Марсоход Spirit и Opportunity NASA легенды исследования. Два робота на солнечных батареях приземлили с интервалом несколько недель в январе 2004 года. А затем отправились в 90-дневные миссии для поиска признаков прошлой активности воды на Красной планете. Оба марсохода прожили намного больше, чем планировалось. Spirit был объявлен мертвым в 2011 году. Opportunity продолжала жить до тех пор, пока в июне 2018 года буря не прервала солнечный свет. И оба они сделали большие открытия, которые в корне изменили понимание учеными Марса и его истории окружающей среды. Тонкая атмосфера Марса сегодня состоит в основном из углекислого газа. Оба марсохода использовали прибор APXS для измерения атмосферы Марса и обнаружения аргона. Аргон используется в качестве индикатора динамик атмосферы. Частота и динамика пылевого дьявола показывают, как пыль и песок перемешаются ветром в очень тонкой атмосфере Марса. Сложные покрытия на оливиновых базальтах – это равнины кратера Гусева, показывающие современную воду на Марсе, или мороз, который изменили поверхность горных пород. Сульфаты железа были перемещены вниз по колонии почвы современными водами в кратере Гусева. Железо-магниевые карбонаты в кратере Гусева показывают, что вода взаимодействует с магмой. Аполиновый кремнезем в кратере Гусева, образующийся в гидротермальных источниках, опять же показывают, что вода взаимодействует с магмой. Продуваемая ветром рябь на равнинах Меридиане является реликтом предыдущего ветрового режима. Скорее всего, раньше на фон оси вращения Марса отличался от сегодняшнего значения. Марсоход обнаружил на Марсе несколько метеоритов, рассеянных по равнинам Меридиане. Марсоход обнаружил доказательства того, что в деревне Марс мог быть обитаемым в течение миллионов лет. У края кратера Индивор Марсоход обнаружил железосодержащие и глиноземистые смехтитовые глины тонко-слоистых породок, которые существовали до удара Индивора. Это самые старые породы, исследованные портюники. Им около 4 миллиардов лет. И они подверглись взаимодействию воды. Гораздо более пригодны для обитания, чем воды, которые привели к образованию Бернса. Образование Бернса на равнинах Меридиане в виде богатых сульфатами пешенников с гематитовыми конкрециями, образовавшимися в древних кислых, окисляющих мелких озерах и переработанных в пешеные дюны и цементированных поднимающимися грунтовыми водами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова